Итак, когда мы сегодня вспоминаем, как весь, не весь, хотя бы часть христианского мира празднует Рождество, это то время, когда мы можем вспомнить, какой большой дар Господь подарил человечеству. Вы можете себе представить, сам Бог, Иисус Христос, пришел на нашу землю и отдал Себя ради того, чтобы примирить нас с вами, с Богом. И когда Господь смотрит с небес на нас и видит, как большинство, даже большинство христиан живут так, как будто бы никакого дара, никакой жертвы небо не совершало. Наверное, это больно небесному Отцу, не так ли? И поэтому сегодня, вспоминая о рождении Иисуса Христа, будем помнить о той великой жертве и жить соответственно ей. Итак, прежде чем мы откроем Священное Писание, давайте мы совершим короткую молитву. Наш дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за жертву Сына Твоего, за Иисуса Христа, Господа нашего. И теперь, когда мы открываем Слово Твое, мы приглашаем Тебя, чтобы Ты говорил к нам, оживи свое Слово, Господи, а мы воздадим Тебе всю славу и честь. Во имя Иисуса. Аминь. Для того, чтобы человечество не забыло дар неба, нам необходимо настроить наш внутренний GPS, настроить наше сознание на небо. И мне хотелось бы сегодня предложить вам обратить наше внимание на послание, которое апостол Павел из тюрьмы в Риме написал в Колоссы. Вы можете себе представить, апостол Павел, уже Еленовайт называет его старцем на то время, хотя он был нашего возраста. И нам тяжело поверить, что это уже старческий возраст, но, наверное, с этим придется согласиться. И вот, когда Павел находился в Риме в тюрьме, он написал несколько писем, которые он адресовал церквам, которые были особо-особо близки к нему. И мы знаем, что особое отношение апостол Павел испытывал к церкви в Колоссах. Но апостол Павел переживал, что вот он и первое поколение верующих, те, которые своими глазами могли созерцать, если не самого Господа Иисуса здесь на земле, то первых апостолов, что они уходят на покой. А что будет с христианской церковью? Будет ли христианская церковь, будет ли следующее поколение следовать за Иисусом Христом, точно так же, как шли апостол Петр, апостол Павел, которые не дорожили ничем. И Павел так и скажет, что он ничем, даже своей жизнью не дорожит, только бы прославить, возвеличить Господа Иисуса Христа. И когда мы смотрим на детей, на молодежь, нам тоже кажется, этот вопрос возникает в нашем сознании. Мы-то все уйдем. А что будет дальше с церковью? Будет ли внутренний вот этот GPS сознания следующего поколения настроено на небо? И поэтому Павел, переживая об этом, пишет в своей любимой церкви, колоссах. И он начинает свое послание следующим образом. Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа и Тимофей, брат, находящимся в колоссах, святым и верным братьям во Христе Иисусе. Благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас. «Услышавший о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, в надежде на уготованное на небесах». Интересно отметить, что вот эту вот надежду, надежду на уготованное на небесах, эту мысль Павел будет повторять еще не один раз. Потому что для Павла это очень важно, чтобы мы могли настроить свою навигационную систему нашего разума на небо. Очень важно не потерять эту надежду на уготованное на небесах. А затем в 9 и 10 тексте он подчеркивает основную причину своего послания именно этой церкви в колоссах. И он говорит, «Для того, чтобы вы исполнились познанием воли Его, во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, чтобы поступали достойно Бога». И дальше Павел построил свое послание таким образом, что прежде всего он делает особое ударение на Иисуса Христа. Кем является Иисус Христос для нас? Только несколько текстов. Например, 16. «Ибо им, то есть Иисусом Христом, создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престол или господство, или начальство, или власть, или все им и для Него создано». И он есть прежде всего, и им все стоит. И затем он неоднократно подчеркивает и говорит, что в Нем, в Иисусе Христе, обитает вся полнота Божества телесно. И затем Павел делает очень интересное ударение на то, что вот именно Иисус Христос, «Он благодаря своей жертве примирил кровью Своей и земное, и небесное». Другими словами, Павел как бы говорит, что Иисус Христос, вися на этом Голговском кресте, соединяет небо и землю. И когда Павел рассказал и еще раз напомнил о этой великой жертве Иисуса Христа, и что она значит для всех нас, и кем является Иисус Христос, он затем делает интересное ударение на обряд крещения. И он говорит, например, в 12 тексте 2 главы, «Бывши погребены с ним в крещении, в нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых». И вот именно обряд крещения теперь Павел делает фундаментом или основой всего того, о чем он сейчас дальше будет говорить. То есть вначале он нам показал, кем является Иисус Христос, что Иисус Христос – все, в чем мы нуждаемся. Иисус Христос – тот, который сотворил все. Иисус Христос – тот, который отдал свою жизнь и благодаря своей кровью соединил небесное и земное, что Он для нас все и во всем. И теперь Павел напоминает и говорит, «Пожалуйста, мои братья и сестры, не забудьте, что все вы крестились во имя Иисуса Христа». А крестились Он говорит как? «Вы были погребены с Ним в крещении, а затем в Нем вы и совоскресли». И основываясь на этом, на обряде крещения, Павел теперь выстраивает всю свою богословскую, философскую, если так можно сказать, все такое основание для того, чтобы пригласить верующих жить обновленной новой жизнью. И затем Он делает это очень интересно. Начиная с третьей главы, уже с конца второй главы, но с третьей особенно, Он переходит от описания того, что Иисус Христос сделал, что Он значит для нас, Он переходит к призыву, что и как мы теперь должны строить свою жизнь. И начиная с третьей главы, Он говорит, «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит, одеснуя Бога». То есть, если Христос так важен для вас, если Христос так много значит для вас, потому что в Нем вся полнота Божества телесна, в Нем все, в чем вы нуждаетесь, все вы это найдете в Нем, раз вы в это поверили, раз вы в это и крестились, то Он говорит, «Пожалуйста, итак, если вы воскресли со Христом, то ищите теперь чего?» Горнего. Почему? Потому что там кто? Потому что там Иисус Христос, где Он сидит, одеснуя Бога. И во втором тексте Он говорит, «О горнем помышляйте, а не о земном». Знаете, некоторые современные переводчики переводят этот текст так, «На небесное настроите вашу навигационную систему, а не на земное». Вот мы вчера ехали, мы приземлились в Сан-Франциско, и мы не думали, что Сакраменто так далеко, и что такой трафик. И мы так рады были, что вот есть эта навигационная система, через Google Map мы настроили. Вначале я не поверил. Это навигационная система говорит, что почти три часа сюда ехать. Я продолжал ехать, а галочку спрашивают, «Ты, пожалуйста, перепроверь». Может быть что-то… Ну не может быть, что три часа надо туда ехать. Но как я был рад, что даже когда я сворачивал не туда, почему-то всегда женский голос работает через навигационную. Никогда я не встречал мужского. Видимо, мужчины только женщин слушают, когда… Но как я был рад, что все-таки даже сворачивая не туда, эта тетинка там с этого Google Map меня всегда направляла на правильный путь. И Павел говорит нечто подобное. Он говорит, «Вы настроите свой мозг, свое сознание на небесное. Да, вы иногда будете увлекаться земным. И это понятно, потому что вам нужно создать условия для своей семьи, то и другое и так далее. Но пусть ваш GPS всегда вам напоминает на основную цель, куда вы едете. И даже если вы случится, свернете не туда. Но если ваше сознание настроено на небесное, тогда Павел говорит, «Я тогда могу спокойно умирать. Я буду знать, что следующее поколение будет со Христом. Но чтобы это случилось, он просит, пожалуйста, настроите ваш GPS на небесное. Неземное ищите, а ищите небесное. О горнем помышляйте, а не земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с ним во славе». Интересно отметить, что мы имеем целый ряд источников, которые рассказывают исторических, как первые христиане совершали обряд крещения. И вот в некоторых местах Малой Азии есть документы, которые повествуют о том, что когда верующие заключали завет с Господом, принимали крещение, то у них был такой интересный обряд. Крещаемых приглашали пройти к месту крещения в старых грязных одеждах. И они одевали то, с чем они хотели бы расстаться. И вот в этих одеждах старых их подводили к месту крещения, их погружали в воду, и как только их поднимали, они сбрасывали с себя эту старую одежду и их одевали в новые одежды. И, может быть, Павел эту картину имел в своем сознании, потому что дальше он использует этот язык. И он просит нас и говорит, теперь вы вот этого старого человека, вы разденьте старого человека, а оденьте нового. Посмотрите, как он это делает. Итак, он говорит, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, которое есть и дослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы отложите все, отложите все, и гнев, и ярость, и злобу, и злоречие, и свернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу. Совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового, которое обновляется в познании по образу создавшего его. То есть вы видите картину? Картину раздеть старого человека, а одеть новую. Старую одежду снять, а одеть новую одежду. Он это сравнивает со старым человеком, с которым нужно расстаться, и одеть, облечься в нового. И затем он объясняет, что это значит. И интересно отметить, что Павел вначале как бы так философски об этом говорит, а потом конкретно говорит о конкретных шагах, что нужно сделать, чтобы это произошло, чтобы наш внутренний навигатор настроился на небесное. Что нужно делать? И как минимум мы остановимся на четырех советах, которые Павел дает, как это сделать, чтобы это произошло в нашей жизни? Как это вот раздеть старого человека? Как одеть нового? Он даст нам конкретных четыре совета. Но прежде он говорит, облегшись в нового, где нет ни елена, ни уйдея, ни обрезания, ни обрезания, варвара, скифа, раба свободного, но все и во всем Христос. Видите, когда мы любим Иисуса Христа, когда Иисус Христос все для нас, когда мы живем им, какие бы трудности мы не переживали, мы все равно действуем так, что все окружающие видят, что в центре Христос. А если там нету в центре Христа, то мы начинаем делиться на скифов, на еленов, по различным национальностям, начинаем делиться по социальному происхождению, по образованию и так далее. Но Павел говорит, знаете, если Христос вас, если вы живете Христом, то там уже нет никакого разделения, потому что для вас все и во всем Иисус Христос. Итак, облетитесь, он опять к этой терминологии приходит, облетитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Более всего облетитесь в любовь, которая есть совокупность, совершенства и довладычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Это новый человек. Вначале он описал ветхого человека и попросил нас снять его с нас, а затем он приглашает нас одеться в нового человека, объясняет, как выглядит этот новый человек, какие его характеристики. А теперь дальше он будет говорить о конкретных советах, что делать, чтобы это произошло, чтобы вот это раздевание старого человека и обличение в нового произошло. Но прежде чем мы перейдем к этим советам, нам необходимо обратить внимание на следующее, что христиане делятся на несколько классов людей. Некоторые христиане, они хотели бы сохранить старого человека, но облечься в нового, как бы сохраняя старую одежду, вот в которой они пришли к этому водоему, где они заключили завет Господа. Но одеть, может быть, на размера два побольше, нового, чтобы он как бы закрыл старого, но со старым не расставаться. Вы знаете, у меня однажды произошел такой конфуз. Где-то, наверное, месяца два тому назад я приехал в университет Андрюса, там мы проводили комитет, у меня оставалось несколько часов до начала этого комитета, и я решил, там рядом как раз находился магазин, зайти и посмотреть, подыскать себе обувь. И вот я захожу в этот магазин, и иду к обувному этому отделу, и по дороге туда я вдруг заметил выставку различных вот этих кепок. Но на мне была старая моя кепка. И я подумал, что было бы неплохо подыскать новую. Я подошел, посмотрел, и тут вроде бы неплохая кепка была, и думал, надо попробовать, подойдет она мне или нет. Но посмотрел на нее, думаю, кто его знает, сколько ее уже одели, а мне через несколько часов на совещание, уже я мыться не буду. Как-то, ну, не хотелось ее одеть на себя. Ну, думаю, я, может быть, наверх старой, ну, примерю, подойдет или нет. Взял эту кепку, одел на себя и подошел к зеркалу. А зеркало было в стороне, чтобы посмотреть. И в этот момент кто-то отвлек мое внимание. И я обратил на внимание на других и забыл совершенно, что у меня две кепки, старая, а поверх одета новая. И подошел искать обувь. Я подобрал обувь, и теперь с этой обувью иду к кассиру. Оплачиваю обувь. А кассирша на меня так смотрит, я думаю, что происходит здесь? Она говорит, молодой человек, ну, уже за это спасибо, конечно. Она говорит, а что у вас на голове? А тут у меня этикетка висит. И я, а она была как раз за стеклом, потому что от ковида они еще как бы защищались. И я в отражении вдруг увидел такой ужас. И я подумал, так она же ведь, наверное, думает, что я хотел украсть эту. Я говорю, ой, вы извините, вы знаете. Ну, она говорит, ничего, ничего, это бывает. Некоторые потом приходят, но большинство не возвращается оплатить. Но я понял, что доверия ко мне никого не было. И я, хотя ее и не хотел покупать, пришлось мне ее купить. Вот так очень часто бывает в христианской жизни. Мы со старым расстаться не хотим. Но мы на этого старого, на эту старую кепку пытаемся натянуть новую. И мы как бы думаем, что мы теперь уже как бы новые. Мы христиане. А люди-то не глупые. Они видят. Они видят, что в нас мы толком и не там, и не там. А вы знаете, это самые жалкие люди, которые одной ногой держатся за земное, а рукой хотят ухватиться за небесное. И не там не получается, и не там. Самые несчастные люди. Это один вид христианства. Другой вид христианства, когда мы пытаемся отказаться от всего земного, от всего негативного. И мы так часто и детей воспитываем. Мы говорим, это не делай, Боженька тебя накажет. Это не делай, это не делай. И когда наша вся религия выстраивается на том, то нельзя, то нельзя, то нельзя, но нового-то мы ничего взамен не предложили. И тогда подрастающее поколение смотрит на нас и думает, что это за христиане? Ничего им нельзя, никакой радости у них в жизни нет. И за таким Господом им тоже не хочется идти. А проблема в нас, потому что мы-то снять-то сняли старого человека, но нового мы не одели. Вы, наверное, знаете рассказ Андерсена о императоре, так он и назвал свой рассказ «Одежда императора». Когда он описывает, как знали люди, что у царя была слабость, у императора, он всегда любил новую одежду. И у него на каждый день, на каждое совещание была отдельная форма одежды. И вот некоторые, которые хотели заработать, объявились этому императору и сказали, что они имеют такую уникальную способность шить одежду из золота и очень дорогого шелка. И они такую утонченную работу могут предложить, что эта одежда будет невидима для необразованных людей. Только образованные люди, которые настолько образованы, что достойны совершать служение в царских чертогах, только им будет доступна и видна эта одежда. И царь решил, потому что слабость его была, одежда, и он дал им много золота и шелка, и они начали готовить ему изготовлять это одеяние. И тогда царь одного из своих министров посылает, ну ты иди проверь, там они уже неделю работают, что-то получается или нет. И этот министр пришел, посмотрел, и он не видит, там нет никакой одежды. Они просто это золото и этот шелк берут, куда-то его девают, продают или еще что-то, и говорят, вот одежда, посмотри. Ну я не видел этот министр, говорит, ну как же я скажу императору, что я не увидел одежду? Потому что условия такого только образованные могут увидеть. Если я скажу императору, что я не видел, он скажет, надо тебя уволить, ты не образованный. И поэтому, чтобы как бы не раскрыть свою такую необразованность, он приходит к императору и докладывает, да, я видел, очень значенную работу. Царь говорит, одежда такая. И в конце концов, дело дошло до царя, когда нужно было переодеться. Он снял всю свою одежду, и они начали его облекать в эти новые одежды, которые никто не видел. Но никто не мог признаться, потому что никто не хотел выглядеть необразованным. И когда царя одели этого императора в эти одежды, он вышел, все восхищались, удивлялись его одеждой, только один мальчик крикнул, мы говорим, ужас, он же голый. Наш царь голый. Очень часто бывает и с нами, христианами так. Мы отказываемся, то нельзя, то нельзя, все. Но вместо того, чтобы одеть что-то новое, красивое, потому что христианство это не значит, особенно дети, молодежь, послушайте, христианство это не значит от всего отказываться, от всего хорошего. Это значит от плохого отказаться, но взамен получить намного лучшее. Поэтому нам необходимо с вами, дорогие братья и сестры, не только заботиться о том, чтобы оставить старого человека, но чтобы быть одетыми в эти красивые одежды, которые здесь описаны апостолом Павлом. Это значит, что это милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение и так далее. Конечно же, теоретически это легко сказать, но как практически? И вы знаете, Павел, он это прекрасно понимал, что нужно дать какие-то конкретные практические советы. И он дает больше, но я выделю здесь четыре основных совета, которые он дал, используя которые, следуя которым, произойдет автомат, автоматическое снятие старого и обличение в нового. Следуя этим советам, вы автоматически настроите ваш внутренний навигатор на небесное. И вот эти четыре совета, которые Павел дает. Они очень простые, но несколько меня удивили, когда я исследовал это послание. Первое, 16 текст, третьей главы. Слово Христово довселяется в вас обильно со всякою премудростью. Видите, Павел теперь говорит о простых, конкретных вещах. Хотите вы быть новым человеком, новым творением? Хотите вы, чтобы у вас внутренний GPS был настроен на небесное? Делайте следующее. Он говорит, первое, Слово Христово довселяется в вас обильно со всякою премудростью. Дорогие друзья, самое ценное, что мы можем сделать, это наполнить свое сознание и даже свое подсознание Словом Христовым, Словом Божьим. И родители, сегодня так много детей здесь было, красивых деток. самое ценное, что вы можете сделать. Да, они будут, может быть, вас не слушаться. Они будут, может быть, уходить даже от Господа. И потом, но если вы сделаете, если вы наполните их сознание и подсознание Словом Божьим, будьте уверены, рано или поздно они все вернутся, даже если уйдут. Но наша ответственность наполнить их сознание и подсознание Словом Божьим. Потому что Дух Святой действует как? Основная функция Святого Духа напомнить. Помните, Иоанн говорит, напомнит вам все. А когда тут у нас ничего, кроме Иоанна 3,16 нету, и вы находитесь в тяжелой ситуации, и Дух Святой готов был бы напомнить, но там нечего напомнить, там нету ничего. Поэтому самое ценное, что мы можем сделать, это наполнить свое сознание и сознание наших детей. Да, мы, может быть, забываем. Не переживайте, даже если вы прочитали и забыли, это отложилось в вашем подсознании, а Дух Святой знает, как из подсознания в активное сознание перевести ту или иную информацию тогда, когда она будет необходима. Поэтому очень важно начинать свой день, каждый день. Первое, что мы делаем, читаем Слово Божие. Пожалуйста, не пропускайте ни один день. Вы только открыли свои глаза. Я знаю, что многие руки тянутся к телефону, да? Но, к счастью, в телефон можно загрузить Слово Божие. Поэтому первое, что вы сделаете, пожалуйста, читайте Слово Божие. Придумывайте игры для деток таким образом, чтобы они через эти игры могли запоминать какие-то библейские тексты. Это очень важно. Павел говорит, это очень просто. Первое, Слово Божие довселяется в особильно со всякой премудростью. Но вот второй его совет меня очень удивил. Я ожидал, что на первое место он поставит молитву, на второе Слово Божие. А он поступил совсем по-другому. На первое ставит Слово Божие, а на второе посмотрите, что он ставит. Шестнадцатый текст. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием, духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. Вы представляете, на второе место, даже прежде, чем он говорит о молитве, он говорит о чем? О прославлении Бога через пение. Музыка и пение. Вы знаете, что музыка это огромнейшая сила. Вы, наверное, может быть, даже и здесь в зале есть некоторые, которые пришли на евангельскую программу, и они ничего не помнят, о чем проповедник там проповедовал, но они помнят тот псалом, который спели, который коснулся их сердца. Между прочим, Елена Вайт говорит, в той христианской семье, где звучат христианские песни, звучат христианские песни, там дьявол и его ангелы не выдерживают, они просто убегают оттуда. Вы же знаете это. Знаете, я как-то сделал такой небольшой анализ, когда я это увидел здесь. Стал вспоминать семьи служителей, с которыми нам приходилось работать. Я знаю, что многие из них были очень певчие семьи. Я задался вопросом, дети вот этих певчих семей, они в церкви или нет сегодня? И я был поражен. Практически не мог вспомнить ни одной семьи певчей, где дома постоянно звучали христианские гимны, где дети не были бы в церкви. Это огромнейшая сила, музыка и пение. И посмотрите, Павел не одной фразой это говорит, он мог просто сказать и прославляйте, а посмотрите, он сколько слов использует. Научайте и вразумляйте друг друга псалмы. То есть через псалмы можно вразумлять и можно обучать особенно когда мы пытаемся детям что-то преподать, может быть словами не получается, может быть через музыку, через пение, а как они сегодня красиво славили Господа здесь. научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословиями, духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах нашей Господу. Конечно же, я знаю, что у вас здесь музыка на должном уровне, на должной высоте, но, пожалуйста, не оставляйте этого. Особенно, когда мы думаем о следующем поколении. Пусть христианские гимны, прославляющие и восхваляющие Бога всегда звучат у вас дома, здесь в церкви. И, мало того, Павел говорит, в сердцах ваших еще воспевайте. Вы едете куда-то, вы идете, вы можете просто ни о чем не думать, но вам кажется, вы ни о чем не думаете, но дьявол займет ваш разум очень быстро, отблечет. А если вы в сердце своем воспеваете во благодати Господу, дьявол на километр от вас убежит. Хотите быть свободны от его влияния, пойте христианские гимны, потому что в этом сила. Я знаю, здесь много музыкальных семей у вас. Пусть Господь благословит вас продолжать это делать. Итак, первое, Слово Божие довселяется в вас обильно. Второе, прославляйте Господа в песнопениях. Пусть музыка и пения постоянно звучат. В этом сила. Третье, и все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. А затем Павел пытается это конкретизировать и показать, что это означает в семье, а именно все делать во славу Божию, словом или делом. Жены повинуйте своим мужьям, как прилично в Господе. Мужья любите своих жен и не будьте к ним суровы и так далее. То есть Павел говорит, все, что вы не делаете словом или делом, делайте как для Господа. Потому что он затем в 23 тексте опять возвращается к этому и говорит, и все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человека. Зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. Вот вам хочется выругаться на супругу. А вы вначале, как здесь Павел нам советует, подумайте, что вот сейчас все, что вы скажете супруге, вы кому скажете? Господу. Потому что все, что вы делаете, делайте как для Господа. И вдруг вы хотели что-то очень сурово сказать, как только вы поняли, что это тут вдруг сразу совсем другое из ваших уст выходит. И даже мир легко сохранить в семье или на работе. Хотите выругаться на подчиненного или начальника, а вначале вспомните совет апостола Павла. Все, что сейчас не скажешь словом или делом, сделай как для кого? Как для Господа. Как вы думаете, будет звучать наше наставление? как будут звучать наши нравоучения? Наверное, совсем по-другому, да? Представляете, как просто все. Павел говорит, он так долго строил все это, выстраивал, а потом в конце говорит, но если вы хотите все этого достичь, очень просто. Настройте ваш внутренний GPS на горнее, на вышнее, на небесное. А как это сделать? А вот он говорит, первое, слово Божие довселяется в вас обильно, второе, прославляйте Господа в пениях, песнопениях, третье, все, что не делайте, делайте как для Господа, прославляя Господа. Что бы вы ни делали, воспитывайте детей, как для Господа, убирайтесь дома, варите суп, как для Господа. Что бы вы ни делали, как для Господа. Вы представляете, как бы изменился мир, если бы мы прислушивались хотя бы в семьях наших, вот этому совету. И последнее, четвертое, в четвертой голове он говорит, после того, как он дал конкретные советы для конкретных категорий людей, что это значит в семье, что это значит на производстве, когда делая со слугами и так далее. А теперь он возвращается к еще одному совету, четвертая глава, второй текст. Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Будьте постоянны в молитве. Вначале удивился, почему он не поставил на первое место молитву. А потом я понял, потому что он в конце, подводя итог, говорит, будьте постоянны в молитве. Вы знаете, многие из нас думают, что когда Библия призывает нас молиться, это значит, на коленях надо долго стоять. Не это имел в виду апостол Павел, а он имел в виду, что что бы мы не делали, чтобы мы всегда советовались с небом. Вы идете, вы можете помолиться, вы хотите что-то предпринять, что-то сделать, в молитве, в вашем сознании всегда держите связь с небом. И если вы будете на постоянной связи с небом, то будьте уверены, может быть вы это не заметите, но все окружающие вас заметят, что вы уже другой. Они заметят, что ваша одежда уже совершенно иная, потому что благодаря этим духовным дисциплинам, которые Павел здесь перечислил, Христос одевает вас в одежду своей праведности. И следуя этим четырем простым советам, вдруг окружающие нас заметят, что мы уже не те, что мы уже не деремся за что-то земное, потому что наш внутренний GPS настроен на небо. Пусть это произойдет в жизни каждого из вас. Пусть небо будет главной целью нашей навигационной системы. Да, мы будем ошибаться, да, мы будем падать, но каждый раз упав, внутренний GPS, настроенный на небо, подскажет нам правильное направление, откорректирует и в конце концов мы все с вами будем у цели. Помолимся об этом Господу. Наш дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за жертву Сына Твоего. Мы благодарим Тебя за то, что Ты пришел в этот мир и примирил землю с небом. Мы благодарим Тебя за Слово Твое, которое Ты оставил. Мы благодарим Тебя за Павла, который так просто и доходчиво объяснил, как это сделать, как это снять старого человека, раздеть его и одеть нового. Помоги нам, Господи, полюбить Слово Твое. Помоги нам полюбить гимны, прославляющие Тебя. Помоги все, что мы не делаем, делать, как для Тебя, для славы имени Твоего. И помоги нам всегда быть на связи с Тобой. Соверши это в жизни каждого стоящего здесь, потому что мы просим во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Аминь.